Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Я приветствую всех. Сегодня 29 апреля, пятница. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, в горах плюс 1, плюс 6, днем до плюс 23 и местами плюс 10, плюс 15. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем 20-22 градусов тепла. С 2016 года в составе управления Росгвардии по Карачево-Черкесии существует самостоятельное подразделение государственного контроля. Для выполнения каких задач создано это подразделение, сколько объектов на сегодняшний день находится под их контролем и какие основные нарушения выявляются ими при проведении контрольно-проверочных мероприятий. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит инспектор по особым поручениям отделения государственного контроля управления Росгвардии по Карачево-Черкесии майор полиции Денис Карпенко. Доброе утро всем, доброе утро Денис. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Хочу сказать о том, что совсем недавно прошел день Росгвардии Российской Федерации, но сегодня мы будем говорить конкретно о вашем подразделении, подразделении государственного контроля. Вы самостоятельное подразделение, правильно? Самостоятельное в составе управления. В составе управления. Вы образовались в 2016 году. И мне бы хотелось спросить, для выполнения каких задач вас создавали? Подразделение наше как бы образовалось раньше, еще в системе МВД. И при переходе в Росгвардию мы, как и ОМОН, СОБР, ВНЕ Ведомственная охрана, ЛРР тоже перешли в Росгвардию. Подразделение наше создано для осуществления двух основных задач. Контроль за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. И вторая наша задача – осуществление государственного контроля за деятельностью подразделения охраны с особыми уставными задачами и подразделения ведомственной охраны. Это вот два основных наших направления. Когда мы перешли в Росгвардию, на территорию республики было всего лишь семь объектов ТЭК, подлежащих категорированию. И на тот момент, в 2016 году, они были закатегорированы. На сегодняшний день у нас под контролем находится 35 объектов. За шесть лет мы цифру до 35 подконтрольных. Из них у нас уже закатегорировано 27 объектов. Восемь объектов решением комиссии, их категория была не присвоена. Но в республиканском перечне они находятся. Юридических лиц и подразделения охраны ведомственной у нас на территории восемь объектов, восемь организаций. В прошедшем году какие конкретно проведены мероприятия по этим объектам и какие планируются на текущий год? Ежегодно в сентябре-октябре месяц руководитель нашего управления утверждает по согласованию с главой республики план мероприятий по проведению проверок плановых объектов ТЭК, расположенных на территории республики. В 2021 году у нас было 10 проверок плановых, 8 неплановых мы проверили. Неплановые проверки мы проводим по исполнению ранее выданных нами предписаний. То есть какие замечания были ранее в предписании указаны, мы выходим на неплановые, смотрим, устранили ли это должностное лицо, то, что мы ему писали или нет. Заранее мы уведомляем субъект ТЭК, это обязательно согласно законодательству. Плюс мы ежегодно выставляется на официальном сайте Росгвардии план проведения проверок. Какие-то нарушения выявляются в данном направлении? Ну, так скажу, за 2021 год из 10 проведенных плановых проверок на одном объекте только нарушения были не выявлены. Везде? А на остальных везде. А как с этим надо бороться? Ну, мы с этим не боремся. Мы помогаем субъекту, указываем на те недостатки, потом контролируем устранение их. У нас нет задачи бороться, мы должны им помочь, чтобы на наших подконтрольных объектах не случилось каких-нибудь ЧП. Ну, конечно, это очень нужная работа, и я благодарю вас за информацию и желаю вам успехов в труде. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.